Дорогие друзья, братья и сестры, я рад вас всех идти. Естественно, я соскучился по вас. И когда мне сегодня... Ну, я проезду. Я завтра опять же еду в клинику, там еще буду находиться 21 день. Но когда мне сказали, ну, ты пойдешь в дом, я вот сказал, да, я пойду в дом Божий, в церковь, и вместе с братьями и сестрами буду поклоняться. Поэтому, слава Богу. Я благодарен Богу, братья и сестры, за ваши молитвы, за вашу помощь, за то, что вы участвовали в моем, ну, таком горе, может быть, или искушении. Но некоторые братья и сестры, которые видели меня до операции, и задавали такой вопрос. Как и так вы, вот такая серьезная операция, Анатолий Павлович ходит и улыбается. Но хочу сказать, я думаю, вы знаете все наизусть этот стих. Ну, по основу веры мы проходим. Это 1 Коринфянам 10 глава, по-моему, 12 стих. Сейчас, вот здесь оно, этот стих будет высвечен. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И там что? Верен Бог, который не попустит вам быть искушаем и сверхсил. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Это все Бог давал, дорогие друзья. Силы духовные для того, чтобы перенести. Моя снажена знала, что меня очень сильно болели до этого ноги. И я никому не говорил. Но вы не знаете, каждый мой шаг очень и очень был труден для меня. Но Бог давал силы перенести. Поэтому я вас призываю верить Священному Писанию, верить Богу. И Бог всемогущий помогает. И когда мне сделали операцию, меня спросили, а ты что почувствовал разницу? И разницы, может, нету. Я вам почувствовал. То, что я теперь хожу вот так, может быть медленно. Но вот здесь еще не все. Поэтому я сразу почувствовал. Именно силу в ногах. Мне ноги не болят. Поэтому слава Богу. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, операция, конечно, была тяжелая. Это не значит, что я говорю тяжелая. И самая тяжелая у меня операция. Я не знаю. У каждого своя операция. Я встретился с одним соседом неверующим, который тоже год назад сделали операцию. Делали ему пензи. Он говорит, ну, у меня очень тяжелая операция была. Ну, а сколько тебе делали? Ну, я говорю, три с половиной, где-то четыре часа. Мне десять часов. Но я перестал. Мы сейчас будем спорить. Кому больше, кому меньше. Я не хочу доказывать, братья и сестры, что вот то, что было у меня, вы далеко. Вы этого не пережили. Кто-то из вас, наверное, больше пережил, чем я. И в это я уверен. Но операция была очень серьезная. И почему? Вроде все анализы были нормальные. Готовы к операции и так далее. В чем они сомневались, направили еще раз пройти эти анализы. Ну, говорят, все, анализы нормальные. И мы завтра, 17-го мы приехали. А завтра, 18-го, на февраля будем делать операцию. Но случается непредвиденное. Мне должны делать операцию, не останавливая сердце, но вынуждены останавливать сердце. А что случилось? У меня сахарный диабет до 7. У меня 7 было. И это нормальная операция мужа. Как только лег я на стол, сделали мне укол, и начали померить сахар, и у меня сахар поднялся 10,5. При такой ситуации нельзя делать операцию. Ну, они уже раз, да. Там сделали укол, они пошли дальше. Но когда они меня разрезали, то оказалось, у меня скрытая болезнь. Ничего не показывает. Больной желудок и поджелудочный оказалось. И поэтому у меня операция была очень и очень серьезная. Я в реанимации лежал 4 дня. И, вы знаете, я молился. Я молился и говорю, Господи, у меня терпение кончается. Дай мне долго терпения. Ну, не могу терпеть. Ну, все. Я не могу переносить. Ну, не понимал. Не понимал тех там 8 человек лежала, а 2 человека. Ну, через 5 минут звонили, медсестер вызывали. Спать мне не дала. Еще придава. Вот. И я говорю, Господи, ну, дай мне долго терпения. Вы знаете, Бог давал не только терпение, но и долго терпение. Представьте себе, что четверо суток на спине лежать, ну, не так. Мне так хотелось повернуться. Я обычно любил, когда на спине спать, я любил спать вот так. И вдруг я сложил так руки. Быстро, откуда эта медсестра увидела, подбегает. А ну-ка, руки покажи наверх, чтобы они лежали вот так прямо. Ты че, это самое, не могу на меня. И так далее. Ну, вот. Давал силы, духовные, физические. Все это приготовил. Ну, четверо супов не давали мне. Есть и даже пить. Правда, пить сказали, дадут. Через твою супу сказали, будем давать тебе пить через 2 часа. Мне один раз дали, ну, грамм 10. Думаю, да как же так, да что же за это пить отдали. Потом я же через 2 часа жду, 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 когда уже утром настает, я вместе с сестра подходит, ну, че ты там. Ну, говорили, что через 2 часа долго буду давать пить. Они дают пить. Я не могу. Она мне говорит, ну, а если вдруг случится что-то, и что, давай тебе пить. И говорит, нет, не надо. Я буду еще тебе пить. Я думаю, это. Ну, она дала, я говорю, попейте, и она, слава Богу, это было очень и очень лучше. И когда меня с реанимацией выписали, то я еще не мог вставать 2 дня. Я был в общей палате, но 2 дня не мог вставать. Ну, на самом деле, там через 10, там идет поток, 10 дней. Я лежал, и исследующие заходят и оперируют. Я не мог выйти в течение 10 дней, мне было тяжело, так я их выписывали. Я лежал еще в клинике 12 дней. Но в клинике, там же, в этой же больнице, в клинике, у меня тоже было воспаление большое. У меня 3-4 дня, была температура 35, то есть 38,5. 38,5. Ну, как мне врачи там начали объяснять, левый желудочек, какой-то он из сердца, воспалился, еще в легком, что-то там они нашли. Ну, и теперь, слава Богу, я могу ходить, я с вами, я рад. Я свидетель тому, что Бог помогает, реально помогает, братья и сестры, реально. Не просто вот то, что мы молимся, и нам кажется, что мы так привыкли молиться, мы не отдаем, и Бог не помогает. Но я вам хочу сказать, я молился и говорю, Господи, дай мне долготерпение. Ну, терпения нету, все, дай, и долготерпение. И Бог давал терпение, и за 4 дня я ни разу эту кнопку не нажал. Я ни разу эту кнопку не нажал, не вызвал медсестру. Бог мне давал вот эти силы. Вы, конечно, сегодня все электроника, аппараты полностью я тут подключил, а вы дали за мной. Ну, слава Богу, вот я среди вас и вместе с вами могу славить Бога и молиться. Давайте помолимся. Господи Божий наш, я благодарю Тебе, что Ты допускаешь все то, что есть в моей жизни. Я благодарю Тебя за испытания, за искушения. Я благодарю Тебя за церковь Твою, за то, что она молилась, за то, что она участвовала. Благослови каждого члена церкви. И дай нам вместе, Господи, трудиться и служить Тебе, и прославлять Тебя. Слава Тебе за все. Аминь. 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 Спасибо. Аминь.